Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим выпечку хлеба как пример сложного теплового процесса. Ранее мы уже поговорили о том, как устроено и как работает оборудование для приготовления теста. Рассмотрели тестами сильные машины и тестоприготовительные агрегаты. Рассмотрели устройство и принцип действия тестоделительных и тестоокруглительных машин, а также оборудование для растойки тестовых заготовок. Процесс выпечки хлеба является финальным процессом производства хлебобулочных изделий. В этом видео мы рассмотрим четыре больших темы. Составляющие процесса выпечки хлеба, перенос тепла при выпечке хлеба, физическую и математическую модель выпечки хлеба и требования к температурному режиму в камере хлеба пекарных печей. Начнем с составляющих процесса выпечки хлеба. Сложный процесс выпечки хлеба включает большой комплекс более простых процессов. Перенос теплоты и влаги в тестовых заготовках, физические и биохимические, микробиологические, коллоидные и другие процессы. Общая скорость перечисленных процессов определяется интенсивностью переноса теплоты и влаги. Другие процессы протекают на их фоне практически квазистационарно. Это значит, что их скорости в каждый момент времени определяются сложившимися условиями и практически не влияют на процессы переноса. Как следствие, параметры хлеба пекарных печей можно рассчитывать на основании анализа процессов переноса теплоты и влаги в тесте хлебе. К физическим процессам в тесте хлебе относят расширение пузырьков воздуха и углекислого газа, находящихся в тесте, их миграцию и удаление, чему препятствуют газоудерживающие свойства теста, испарение спирта, образующегося при сбраживании сахаров дрожжами и расширение его паров. В результате увеличивается давление и объем теста хлеба. К микобиологическим процессам в тесте хлебе относят жизнедеятельность дрожжевых клеток и кислотообразующих бактерий. При прогревании теста до 35-40 градусов Цельсия их жизнедеятельность, сопровождающаяся осахариванием крахмала и сбраживанием сахаров с выделением углекислого газа усиливается. При дальнейшем прогревании до 45 градусов Цельсия микро биологические процессы флегматизируются, а при 60 градусах Цельсия прекращаются. К биохимическим процессам относят клейстеризацию крахмала, его гидролиз под влиянием амилолитических ферментов с образованием декстринов и мальтозы, химические превращения в корочки хлеба, сопровождающиеся ее окрашиванием. Биохимические процессы изменяют свои скорости по мере прогревания. При этом отдельные ферменты инактивируются полностью или частично. К коллоидным процессам, определяющим образование мякиша хлеба, относят набухание клейковины, ее денатурирование и свертывание с освобождением ранее поглощенной воды. Набухание и кейстеризация крахмала с последующим разрушением его зерен. Изменение консистенции теста, денатурацию белков приводит к фиксации окончательной структуры мякиша хлеба. Все процессы побуждаются подводом теплоты к поверхности тестовой заготовки и ее влагообменом с печной средой. В результате температура корочки хлеба постепенно повышается от начальной до равной 140-150 градусов Цельсия. А температура мякиша в центре теста хлеба от начальной до 96-98 градусов Цельсия. Влагообмен теста хлеба с окружающей средой может протекать различно, в зависимости от влагосодержания окружающей среды. Если при малом содержании влаги процесс влагообмена напоминает процесс сушки, то при повышении содержания влаги наблюдается обратное явление увлажнение поверхности теста хлеба. На графиках показано изменение температуры по времени на поверхности теста хлеба и в глубине мякиша при наличии и отсутствии увлажнения воздуха в пекарной камере. Эти данные полученные Михелевым и Ицковичем в настоящее время стали классическими. Как видно из графика, все температуры монотонно повышаются. Температура корочки стремится к температуре окружающей среды, а температура мякиша в глубине в температуре в 96-98 градусов Цельсия. Протекание зависимости температуры корочки от времени существенно изменяется, если среда в пекарной камере увлажняется. При увлажнении среды температура корочки в начальный период выпечки повышается значительно быстрее, чем при отсутствии увлажнения. Температура мякиша также увеличивается быстрее. Однако, при температуре корочки, приближающейся к 82-85 градусам Цельсия, быстрый ее рост сменяется падением и зависимость температуры корочки от времени приближается к аналогичной зависимости, имеющей место в среде без увлажнения. В конце концов, эти зависимости даже пересекаются. В это время температура внутри теста хлеба продолжает устойчиво оставаться более высокой. Сильнодействующим фактором, ускоряющим прогревание теста хлеба в печи при увлажнении окружающей среды, является конденсация водяного пара на его поверхности. Зависимости температуры по глубине теста хлеба в различные моменты выпечки представлены на графике. Видно, что температуры во всех точках теста хлеба увеличиваются, стремясь к своим асимптотическим значениям. Температуры верхней и нижней корочки к соответствующим температурам окружающей среды. Мякиша к температуре окончания выпечки. Причем середина мякиша наиболее медленно. Выпечка хлеба заканчивается, когда температура в центре выпекаемого изделия достигает 96-98 градусов Цельсия. Температура корочки хлеба в этот момент обычно составляет 140-150 градусов Цельсия. По мере прогрева теста хлеба изменяются все его параметры. Влагосодержание в нем в первый период до достижения температуры корочки равной температуре точки росы изменяется незначительно. В увлажненной среде наблюдается увеличение общего содержания влаги в тесте хлебе на 1-4% его массы. Если увлажнение среды отсутствует, влагосодержание теста хлеба в первый период выпечки медленно уменьшается по криволинейному закону. При температуре корочки, превышающей температуру точки росы, в обоих случаях уменьшается влагосодержание теста хлеба. Кинетика влагосодержания теста хлеба при наличии и отсутствии увлажнения среды иллюстрируется графиком. Период времени, когда влагосодержание теста хлеба изменяется по криволинейному закону, называют первой стадией выпечки. А когда оно изменяется линейно, с постоянной скоростью, второй стадией. При выпечках с увлажнением и без увлажнения среды эти периоды различаются. При выпечке с увлажнением первый период выпечки более продолжительный. По характеру протекающего процесса обезвоживания второй период выпечки соответствует сушке. И именно так и называется. Особенность сушки теста хлеба состоит в том, что она происходит при большей наружной температуре. При этом между корочкой и центральными слоями образуется поверхность испарения, разделяющая зоны жидкого и парообразного состояния влаги. Между этой поверхностью и корочкой влага находится в парообразном состоянии, а по другую сторону от нее в жидком. Эта поверхность движется от корочки к центру мякиша. Одновременно с ее движением жидкая влага оттесняется к центральным слоям теста хлеба, что и называют термодиффузией. Вследствие этого влажность центральных слоев теста хлеба в начале увеличивается, а в конце выпечки остается постоянной. Влажность близких к поверхности слоев уменьшается. При достижении поверхностью испарения центральных слоев теста хлеба начинается более интенсивное испарение и влага перемещается только к поверхности. В первый период выпечки увеличивается объем В тесто хлеба, а во второй он остается почти постоянным, как это показано на графике. С началом выпечки почти пропорционально времени увеличивается толщина корочки и изменяется ее окраска. Устойчивое монотонное усиление окраски корочки имеет место только во второй период выпечки. Все приведенные изменения теста хлеба происходят до окончания выпечки, то есть до достижения температуры мякиша в центре близкой к 96-98 градусов Цельсия. В этот момент хлеб должен быть выгружен из печи, так как далее начинаются процессы его усыхания, обугливания и растрескивания. Шероховатость поверхности корочки можно регулировать, например, путем ее опрыскивания водой перед окончанием выпечки. При этом поверхностные слои теста размягчаются, клейстеризуются и под давлением теплоты приобретают гладкий вид, а по мере образования меланоидинов темнеют. Аналогично при выпечке хлеба происходит и выпечка мучных кондитерских изделий. Печенье, пряников и булочно-бараночных изделий. Отличия связаны с различием состава тестовых заготовок и их размерами. Перенос теплоты и влаги к изделию от теплоносителей при отсутствии пароувлажнения среды в процессе выпечки и при сушке принципиально один и тот же. Новые аспекты этого процесса возникают при выпечке в пароувлажненной среде. Именно их мы рассмотрим более подробно. Вначале сравним тепловые потери, переносимые различными путями от нагретых элементов к выпекаемому хлебу. Этими путями в общем случае являются. Первое. Конвективная теплоотдача от среды рабочей камеры печи к поверхности теста хлеба. Второе. Теплоотдача к этой поверхности от конденсирующихся на ней водяных паров, содержащихся в окружающей среде. Третье. Теплоперенос излучением от нагретых поверхностей рабочей камеры печи. Четвертое. Передача теплоты от твердых поверхностей пода, на котором лежит хлеб. Для сравнения оценим эти составляющие теплового потока к выпекаемому изделию по порядку величин. Конвективная теплоотдача от среды рабочей камеры печи. Конвективный теплопоток оценивается выражением. При средних оценочных величинах температуры среды в 200 градусов Цельсия температуры хлеба 40 градусов Цельсия получим, что QK равно 225 Вт на метр квадратный при вынужденном движении воздуха в печи или QK 230 Вт на метр квадратный при свободной конвекции. Теплоотдача от конденсирующихся водяных паров. Механизм передачи теплоты к поверхности теста хлеба от окружающих газов при наличии в них водяных паров можно представить следующим образом. Вблизи поверхности теста хлеба температура окружающей среды изменяется от значения Т-среды до значения Т-хлеба. В зависимости от уровня температуры хлеба возможно выпадение или не выпадение влаги на поверхности теста хлеба. Если температура хлеба ниже 100 градусов Цельсия, а температура среды выше, то вблизи нагреваемой поверхности температура газовой среды понизится до уровня ниже 100 градусов Цельсия. При этом часть влаги, содержащаяся в воздухе, конденсируется. Строго говоря, конденсируется такое её количество, при котором относительная влажность воздуха уменьшается до 100%. По мере дальнейшего понижения температуры газов от 100 градусов Цельсия до температуры на поверхности теста хлеба дополнительно выпадает жидкая влага, в количествах при которых относительная влажность воздуха уменьшается до 100% для каждого значения температуры. Выпадение влаги на поверхности теста хлеба, не будет, если её температура превысит температуру точки росы. Обычно это от 82 до 87 градусов Цельсия. В связи с этим при выпечке в пароувлажнённой среде по мере увеличения температуры поверхности теста хлеба изменяется расход конденсирующейся влаги. А при достижении температуры точки росы данный механизм теплопередачи отключается, то есть перестаёт реализовываться. При конденсации жидкостей выделяется скрытая теплота парообразования. Она передаётся поверхности теста хлеба. Цепочку процессов, через которую передаётся теплота от источников теплоты к тесту хлебу через пар можно представить следующей схемой. Передача теплоты от тепловыделяющего элемента в воде, её подогрев, испарение и перегрев пара до температуры среды, транспортировка пара к поверхности теста хлеба, конденсация пара с выделением теплоты, передача теплоты к конденсации поверхности теста хлеба. Процессы испарения и конденсации влаги протекают быстро, менее микросекунды, по отношению к процессу переноса пара к выпекаемому изделию. Поэтому механизм теплопередачи определяется процессом переноса пара от источника его образования к поверхностям конденсации. Остальные процессы протекают квазистационарно и служат как бы ограниченными условиями для данного процесса переноса. В связи с этим зависимости для теплопередачи должны описывать не столько процессы вблизи поверхности теста хлеба, сколько процессы переноса пары в печи. Эти зависимости по существу не тепловые, однако для предельных условий, то есть когда процессы переноса пара сводятся к каким-либо крайним случаям, закономерности упрощаются и в них появляются характерные свойства непосредственно тепловых процессов. Таким характерным случаем является, например, перенос пара посредством вынужденного конвективного движения среды в печи. При этом каждая порция пара образующегося вблизи теплонагревателя за время порядка 1-2 секунд достигает поверхности теста хлеба и при благоприятных условиях может на ней конденсироваться. Рассматривая состояние теста хлеба в более медленном процессе, процессе выпечки в целом, временем переноса пара в такой печи можно пренебречь по сравнению со временем выпечки. Этот вывод может формулироваться как допущение о квазистационарности процесса теплопереноса конденсацией пара. В таком допущении и без учета потерь данный процесс предельно прост. Сколько теплоты тратится на образование пара вблизи тепловыделяющих элементов, столько же ее и выделяется на поверхности теста хлеба вместе с соответствующим количеством влаги. Иными словами данным процессом может быть перенесено сколь угодно теплоты. Для пекарского шкафа средней величины, имеющего мощность от 18 до 24 кВт, при общей площади поверхности одновременно выпекаемых хлебов равные 10 кв.м. Тепловой поток, вызванный этим механизмом, рассчитывается так, как представлено на экране. Теплоперенос излучением. Точный расчет теплоты переносимы излучением затруднен, так как ряд расчетных коэффициентов неизвестен. Поэтому оценим соответствующую составляющую теплопередачи приближенно. Тепловой поток определяется формулой Поляка. Предположим, что ε1 и ε2 равна 0,8, а отношение εS к εH 0,7. И тогда получим теплоперенос излучением равный 820 Вт на кв.м. Кондуктивная передача теплоты от поверхности пода. Тепловой поток, поступающий к тесту хлебу через подовую поверхность, рассчитывается по формуле, представленной на экране. Если принять температуру пода 90 градусов Цельсия, получим, что Q приближается к 30 Вт на кв.м. Уравнение теплового баланса печи. Тепловые потоки, вызванные конвективной, кондуктивной и радиационной теплопередачами, определяются заданными параметрами печи. А поток, вызванный конденсацией, передает оставшуюся теплоту печи выпекаемым изделиям. В условиях заданных параметров печи и в соответствии с выполненными оценками около 36% теплового потока переносится лучше испусканием, от 1,5 до 15% конвекций в зависимости от скорости движения воздуха в печи, 1,5% теплопроводностью через пода печи и оставшиеся 47,5-61% процессами испарения и конденсации влаги. Уравнение теплового баланса печи, то есть равенство генерируемой и поглощаемой теплоты, теперь может быть записано простым суммированием выражений для отдельных составляющих поглощаемой мощности. И оно примет вид, который вы видите на экране. Ранее принимали мощность потерь через ограждение печи равной нулю, хотя потери могут достигать до 5% общей мощности. Из уравнения теплового баланса выражения могут быть вычислены отдельные показатели печи при заданных значениях других параметров. В частности может быть оценено естественное увеличение температуры воздуха в рабочей камере печи после прекращения подачи в нее воды для пара увлажнения. Физическая и математическая модели процесса выпечки хлеба. Вначале рассмотрим физическую модель, которую можно сформулировать в следующем виде. Тестовую заготовку с увлажненной в растойной камере поверхностью сажают в печь. На нее начинают воздействовать элементы печи имеющие повышенную температуру, а при выпечке с пароувлажнением еще и пар. От элементов печи с повышенной температурой и от пара тестовой заготовке передаются потоки теплоты, а от пара еще и влага. Часть влаги, находящаяся на поверхности изделия, испаряется, а часть поступает внутрь и в процессе термодиффузии перемещается к центральным слоям изделия. Вместе с влагой с ней переносится теплота. Второй менее мощный поток теплоты переносится к центральным слоям выпекаемого изделия молекулярной теплопроводностью. Теплоотдача от окружающей среды выпекаемому изделию уменьшается стефановским потоком пара и по мере его исчезновения соответственно увеличивается. Одновременно с прогревом выпекаемого изделия в соответствии с набранной дозой теплового воздействия изменяются теплофизические характеристики изделия. Математическая модель любого процесса представляет собой систему уравнений и логических операций. В случае процесса выпечки хлеба математическая его модель может быть представлена в одномерном приближении и записана в виде системы следующих уравнений. Первое. Обобщенное уравнение теплопередачи молекулярной теплопроводностью и термодиффузией воды в порах изделия. При этом удельная энергия, затрачиваемая на испарение воды в порах, рассчитывается по формуле, которая представлена на экране. Второе. Уравнение баланса массы в элементе изделия, перемещающейся термодиффузией и испаряющейся в результате повышения температуры. Третье. Уравнение связи прироста температуры Т градуса Цельсия с приростом давления P насыщенных паров воды определяется известной кривой зависимости давления насыщенных паров воды от температуры. Краевыми, то есть граничными условиями для уравнения теплопроводности являются следующие. Первое. Граничные условия на внешней границе выпекаемого изделия, то есть при х равно х границе, отражающую сумму тепловых потоков Q внешние , поступающих из окружающей среды в изделие, теплоотдачи от горячих газов, радиаций и от конденсирующихся паров в период действия пароувлажнения. Тепловой поток передающейся изделию конденсации паров может определяться феноменологическим уравнением, представленным на экране. Второе граничное условие в центре выпекаемого изделия, то есть при х равном нулю, являющейся условием отсутствия перетекания теплоты далее центра изделия dt по dx равно нулю. Начальное условие при tau равной нулю, т равно т начальное для всех х. Краевыми условиями для уравнения баланса массы воды в выпекаемом изделии являются следующие. Первое. Уравнение поступления влаги из окружающей среды в изделие через наружную границу или граничное условие при х равно х границе. Второе. Граничное условие в центре изделия, то есть при х равном нулю. Это уравнение отражает условие симметричности задачи или условие, что дальше центра изделия влага не перетекает. Начальным условием, то есть условием при tau равном нулю для уравнения баланса масс является м равно м начальное. Система записанных уравнений решается численно с использованием следующего приема, являющегося частным приложением метода крупных частиц, разработанного Давыдовым. В соответствии с этой модернизацией метода выполняются стандартные решения уравнений теплопроводности и влагопереноса. За каждый шаг расчета вычисляются набранные дозы теплового воздействия на элементы изделия. И в соответствии с ними уточняются их теплофизические характеристики. Результаты расчетов согласуются с экспериментальными данными, представленными на рисунке. С точностью не хуже, чем 5%. Требования к температурному режиму в рабочей камере хлебопекарной печи. На основании рассмотренных в этом разделе данных можно следующим образом сформулировать требования к хлебопекарной печи. После достижения температуры корочки, равной температуре точки росы, пара увлажнения среды может быть прекращена, так как водяной пар после этого перестает конденсироваться на поверхности теста хлеба и теряет свойство переносить теплоту в процессе фазового перехода. Основной способ поддержания интенсивности выпечки достигнутой до этого скорости передачи теплоты тесту хлебу увеличение температуры среды в печи. В хлебопекарных печах непрерывной выпечки это достигается повышением температуры в соответствующей зоне, в которую попадает тесто хлеб в этот период. В печах периодической выпечки после прекращения ввода в них воды имеет место естественное возрастание температуры, которая по величине практически соответствует необходимому. Более того, можно утверждать, что при сохранении тепловыделения печи, заданного в первом периоде выпечки после отключения процессов теплопередачи, другие ее процессы естественно изменятся таким же образом, что тепловой баланс печи восстановится. Однако уместо предостеречь от возможного неверного вывода о том, что данное явление позволяет отказаться от регулирования параметров печи в процессе такого изменения режимов выпечки. В первый период режим выпечки задавали двумя параметрами температурой паровоздушной среды и расходом пара, воды через систему парообразования. А регулируемым параметром служила мощность источника энергии или что тоже доля времени, в течение которого более мощные, чем требуются источники энергии, работают в режиме тепловыделения. Во второй период выпечки после достижения температуры точки росы на поверхности теста хлеба необходимо либо искусственно перестроить регулятор на поддержание более высокой температуры, либо задать новый режим по продолжительности включений тепловыделяющих элементов для поддержания той же средней мощности тепловыделения. Примерно к середине общей продолжительности выпечки перетекание воды к центральной части изделия прекращается и начинается процесс сушки теста хлеба. В этом процессе целесообразно снизить температуру среды в печи до 160 градусов Цельсия. Температура корочки в конце выпечки равна 140-150 градусов Цельсия. Процесс сушки при этом протекает мягко, без растрескивания изделия, без его односторонней деформации, а увеличение наружной температуры не дает существенного ускорения процесса в целом. В процессе сушки теплота передающаяся теплопроводностью от поверхности к центру теста хлеба поддерживает испарение влаги в капиллярно-пористом коллоидном образовании теста хлеба, а ее пары движутся к поверхности и удаляются в окружающую среду. Окраска корочки хлеба и появление хлебного аромата происходит вследствие образования меланоидинов. Интенсивность их образования увеличивается с ростом температуры корочки выше 100 градусов Цельсия. Но после достижения температуры превышающей 160-170 градусов Цельсия начинается обугливание. На основании этих данных можно заключить, что при желании придать поверхности корочке хлеба более темный окрас необходимо повысить ее температуру, но не более чем до 170 градусов Цельсия. В процессе меланоидинообразования наряду с другими образуются высоколетучие низкомолекулярные соединения, придающие выпекаемым изделиям соответствующий аромат. Эти соединения уходят из выпекаемого изделия, а скорость их удаления равна скорости потери аромата хлеба. Скорость удаления летучих веществ определяется их концентрацией в хлебе, которая в соответствии с законом Руаля определяется их парциальным давлением над поверхностью хлеба. Оно зависит в первую очередь от вентилирования печного пространства. С повышением герметичности печи, парциальное давление ароматизирующих веществ увеличивается, и они лучше сохраняются в выпекаемом изделии. Выпечка хлеба заканчивается, когда центральные слои выпекаемого изделия наберут необходимую дозу теплового воздействия. В связи с тем, что одновременно с этим повышается температура центральных слоев изделия, можно установить эмпирические связи набранной дозы и температуры. Окончание выпечки соответствует достижению температуры хлебобулочных изделий в центре изделия 95-98 градусов Цельсия. Обычно реализующихся темпах прогрева именно такая температура соответствует достижению критической дозы теплового воздействия. Изложенные представления о выпечке как о сложном тепловом процессе служат основой для разработки технологии хлебобулочных изделий и для конструирования хлебопекарных печей. При обычно реализующихся темпах прогрева именно такая температура соответствует достижению критической дозы теплового воздействия. Изложенные представления о выпечке как о сложном тепловом процессе служат основой для разработки технологии хлебобулочных изделий и для конструирования хлебопекарных печей.